МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность превыше всего. Администрация города проверила готовность объектов командного чемпионата Европы. По новым правилам. Что изменилось в системе госзакупок? Несмотря на непогоду, в Чебоксарах состоялась генеральная репетиция церемонии открытия чемпионата Европы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Михаил Игнатьев принял участие в заседании коллегии Министерства промышленности и торговли России, посвященном итогам работы в 2014 году и основным направлениям деятельности на текущие и последующие годы. Сегодня же в Столице Чувашии завершает работу межрегиональный семинар-совещание по антимонопольному законодательству. Среди тем и оптимизация системы госзакупок. Их с прошлого года проводят по новым правилам. О том, какие новшества содержатся в ныне действующем законе, накануне рассказал журналистом министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. Владимир Аврелькин. Чем дешевле, тем лучше. Преимущественно по такому принципу раньше оценивали потенциальных исполнителей госконтрактов. Нередко это приводило к тому, что конкурс на поставку того или иного товара или исполнение тех или иных услуг выигрывала сомнительная фирма, получала аванс и бесследно исчезала. Мы могли покупать все, что угодно, но только по максимально низкой цене. Это не всегда устраивало и как госзаказчик, так и потенциального потребителя этой услуги. С этого года действовал 44-й закон. Он в действительности наложил ответственность на всех и в части не только цены, но и исполнения самого контракта, качества продукта. Одна из статей ныне действующего закона гласит, если участник торгов предложит цену, которая ниже стартовой более чем на 25%, то он обязан предоставить в полтора раза большее финансовое обеспечение. Кроме того, закон повысил требования к персоналу компаний-исполнителей, участвующих в торгах. Директор, главный бухгалтер и другие ключевые сотрудники проверяются на причастность к списку недобросовестных поставщиков. А все крупные контракты теперь обсуждаются с общественностью. Сегодня еще введен институт общественного обсуждения крупных проектов. То есть, если проект на федерации, это больше миллиарда рублей. У нас таких проектов не так много, поэтому у нас в трубе 100 миллионов. То есть, если проект больше 100 миллионов, то мы его обязаны обсуждать с общественностью. И общественность принимает участие в этом. То есть, сегодня процедура государственных закупок, она достаточно открытая, максимально открытая. Информацию о том, где и во сколько будут проходить обсуждения тех или иных закупок, жители республики могут найти на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чуваши. Безопасность превыше всего. В преддверии главного спортивного события года командного чемпионата Европы по легкой атлетике представители администрации города провели рейд по безопасности Красной площади и стадиона Олимпийский. Камеры видеонаблюдения, турникеты, металлодетекторы и парковки все это первым делом обсуждали в ходе рейда представители МВД по городу Чебоксары и сотрудники на объектах. Ведь главная задача – обеспечить безопасность как участников чемпионата, так и зрителей. На Красной площади мы проводили не один десяток подобных мероприятий с большим скоплением людей. У нас утвержден паспорт безопасности в Красной площади. Мы сегодня специально встречались с сотрудниками полиции для того, чтобы уже утвердить расстановку турникетов, расстановку арок металлоискателей, сотрудников полиции, для того, чтобы совместно с нами, совместно с сотрудниками частных открытых предприятий, обеспечить полную безопасность граждан. Я думаю, что никаких неожиданностей здесь не будет. И мы справимся с поставленными перед нами задачами. К чемпионату Европы было установлено большое количество камер. Также в рамках программы «Безопасный город» установлены две новые видеокамеры для того, чтобы иметь полный обзор всей территории стадиона и внутри него. Также создана специальная группа, которая будет просматривать изображения с этих видеокамер в режиме реального времени и оперативно реагировать на все возможные ситуации. Территория будет осуществлена контрольно-пропускной пункта, будет пропускать через металлодетекторы, рамочные металлодетекторы будут установлены. У центрального входа стадиона шесть рамочных металлодетекторов. И с этой стороны, где спортсмены будут проходить, также будет установлен металлодетектор. За два часа до начала мероприятий будут обследования места проведения массовых мероприятий, используемых служебных собак. Помимо безопасности, администрация города заботится и о комфорте людей, которые будут находиться на стадионе. Сейчас разрабатывается схема парковок вокруг спортивного комплекса. Но все же всем тем, кто ценит свое время, не стоит пренебрегать общественным транспортом. Юлия Вожинина, Андрей Спиридонов, Республика. На центральном стадионе продолжают устанавливать телевизионное оборудование для трансляции соревнований. Все это проходит под контролем генерального секретаря Всероссийской Федерации легкой атлетики, исполнительного директора командного чемпионата Европы Михаила Бутова. Наша съемочная группа встретилась с Михаилом Бутовым на Олимпийском. На стадионе вовсю кипит работа, ведь всего через два дня Олимпийский заполнят сильнейшие легкоатлеты из 12 стран Европы. Их тренеры и, конечно же, болельщики. Но те, кто не сможет увидеть соревнования на стадионе, всегда смогут увидеть происходящее в прямом эфире. Мы довольно много поработали в преддверии чемпионата вместе с Европейской ассоциацией. Это была такая большая промо-компания. И на сегодня уже подтвердилась телетрансляция в 14 странах Европы плюс Евроспорт. Это значит покрытие всех стран Европы плюс еще и внеевропейских стран. И по предварительным нашим таким прогнозам аудитория, телевизионная аудитория чемпионата в этом году будет больше, чем в предыдущие годы. К такой масштабной трансляции техника готова. В этом организаторы уверены. В дни соревнований на стадионе работает та же компания, что освещала и универсиаду в Казани, и Олимпиаду в Сочи. Поэтому качество телевизионной картинки, обещают организаторы, будет на достойном уровне. Но даже она не сравнится с той, которую могут увидеть болельщики, придя на стадион. Прежде всего, конечно, команда Германии. Это нынешние чемпионы Европы в команде. В прошлом году в Германии они выиграли. Естественно, у нас есть желание в России, чтобы победила сборная России. Конечно, очень сильные команды Франции и Великобритании. Вот, пожалуй, наверное, основные конкуренты. Хотя в отдельных видах, безусловно, могут быть победители из других стран. Но еще раз, командный чемпионат Европы – это такое специальное соревнование, очень интересное, где важно не допустить никаких провалов в отдельных видах. Это практически трудно компенсировать остальным спортсменам. Это единая команда, и команда должна победить. 19 июня в 20.00 на Красной площади пройдет торжественное открытие командного чемпионата Европы. Его можно будет увидеть в эфире нашего телеканала, так же, как и соревнования 20 и 21 июня. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Праздник земли плуга Акатуй отмечают по всей Чувашии и за ее пределами. Однако, современные дети мало знакомы с этой традицией. Чтобы восполнить пробел в знаниях, в Чебоксарах устроили настоящий детский Акатуй. Централизованная клубная система города устраивает такое мероприятие не первый год. Еще в прошлом году праздник был районным, а сегодня на Акатуй собрались воспитанники всех пришкольных лагерей Чебоксар. Наши детки, наше юное молодое поколение должны знать традиции и обряды и обычаи своих дедов, прадедов, бабушек, своих пап и мам. Мы должны прививать им любовь к своему языку, к своим песням, к своим танцам. Кроме этого, у нас, к сожалению, ушли далеко в прошлое национальные игры. Вот в этом году мы их решили возобновить. На четырех интерактивных площадках ребята изучали старинные игры, песни и танцы. Специально для мальчиков прошел конкурс «Батыр», где они соревновались в силе и ловкости. А в честь Года литературы и Константина Иванова впервые в рамках детского Акатуя состоялся конкурс стихов на чувашском языке. В Чувашии три дня пребывали мусульманские реликвии. Благословенный волос пророка Мухаммеда и частицы его одежды. Поклониться сведениям пришли и приехали сотни жителей и гостей республики. Реликвии были выставлены для верующих в соборной мечети имени трех сподвижников сели Шигардан Батревского района. За эти дни здесь успели побывать мусульмане из Чувашии и соседних республик. Хотя у мусульман не принято поклоняться вещам, эти предметы имеют для верующих огромное значение, поскольку позволяют прикоснуться к истории ислама. Глубоко символично, что это происходит в преддверии месяца Рамадан, у нас послезавтра начинается священный месяц поста, и в последние месяцы месяца Шаабан, месяца пророка Мухаммеда в старинном татарском селе это происходит. И Шигардан в эти три дня стала таким духовным, сакральным центром, который притягивает к себе тысячи и тысячи мусульман. Пребывание святы на территории Чувашии стало возможным благодаря тесным связям, установившимся между духовными управлениями нашей республики и Дагестана, где хранятся и благословенные волосы пророка, и частицы его одежды, и земля с его могилы. Альбир Хазарат Кырганов отметил, это уникальное событие в истории мусульман-поволжья. До главного легкоатлетического старта года осталось несколько дней. На церемонии открытия командного чемпионата Европы жители и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Одним из них станет масштабное театрализованное представление. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Праздник сильных и спортивных духом тоже должен быть ярким и динамичным. Танцы, сложные акробатические номера, все это смогут увидеть тысячи людей, которые посетят церемонию открытия командного чемпионата. Делиться энергией и праздничным настроением с горожанами будут более трехсот ребят всех возрастов, участники постановки. Готовиться к этому важному мероприятию начали несколько месяцев назад. Творческие коллективы, волонтеры и спортсмены проходили строгий отбор. Надбор есть везде. Просто мы, наверное, действительно лучший раз выбрали нас. Тренировки жесткие. Эмоций на самом деле много, потому что мероприятие действительно масштабное. Нам очень приятно, что мы являемся частичкой данного мероприятия. Мы обязательно попытаемся оправдать все ожидания и выложиться на сцену просто на сто процентов. Последние две недели оказались самыми сложными, ведь было необходимо собрать все в единое целое. Специально для организации церемонии открытия в столицу Чувашии пригласили заслуженную артистку России Людмилу Бойкову. Она уже поставила множество различных централизованных представлений по всей стране. Но концепция чебоксарской постановки особенная. Да здравствует молодежь, вперед молодежь. Мы за мир, за дружбу, за счастье, чтобы у всех было все здорово. Мы оптимистичная страна, у нас классные ребята, классная молодежь. И мы должны это поддерживать и показывать всему миру. Сейчас ребята репетируют в режиме нон-стоп, ведь перед ними лежит непростая задача – передать всему миру ощущение праздника и величие спорта. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. До начала церемонии торжественного открытия командного чемпионата Европы по легкой атлетике на Красной площади пройдет множество мероприятий. Для болельщиков продумана и развлекательная программа. В пятницу в 4 часа вечера начнут работу интерактивные площадки и через час праздничный концерт в формате церемонии MTV Awards с молодыми артистами, с включением спецкоров и интервью. Главная особенность концерта – показ клипа о чебоксарах и чемпионате с участием каждого зрителя, созданного в режиме онлайн. В 18 часов от монумента матери стартует легкоатлетический забег, который финиширует на Красной площади. А в 20 часов начнется церемония торжественного открытия командного чемпионата Европы. Зрителей ждет грандиозная театрализованная постановка, спортивный микс, массовый флешмоб под русскую калинку и презентация 12 стран-участник чемпионата Европы. Продолжит вечер концерт итальянской певицы Ингрид. В 22 часа начнется дискотека на открытом воздухе, а в 11 вечера состоится музыкальный фейерверк. В субботу 20 июня с 15 до 19.30 пройдут предварительные соревнования. В воскресенье также в 3 часа начнутся финальные состязания. Бег на дистанции 200 метров, 800 метров, полтора и три километра. Бег на 100 метров с барьерами, толкание ядра, метание диска, копья, прыжки в длину и высоту. Цена билета на один день соревнований от 200 до 800 рублей. На два дня от 300 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно в Чебоксарах, в Доме торговли, Детском мире, Мегамоле, Доме мод и в Новочебоксарске. Работают специальные мобильные палатки. Продажи идут на сайтах чемпионата и кассах Рамблер. Теперь любой житель и гость столиц республики может увезти с собой частичку главного спортивного праздника этого лета. В Чебоксарах появились специализированные точки продаж сувенирной продукции командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Обзавестись собственной звездой теперь может любой желающий. Наряду с изделиями национальных промыслов на Чебоксарском Арбате предлагают символ чемпионата звезду. А чтобы превратиться в настоящего болельщика понадобится совсем немного времени. В палатке можно купить футболку и кепку с символикой предстоящего спортивного праздника. Выбор сувениров на память велик. Есть кружки, канцелярская продукция, брелки, магниты, значки. В отдельном ряду вкусный тематический десерт «Самое настоящее печенье». Там же можно приобрести билеты на соревнования. Здорово то, что спортсмены приедут к нам. Мне очень нравится смотреть чемпионаты разные. Я и решил приобрести символику. В Чебоксарах таких точек продажи три. Отдельно организованы на спортивных объектах. Приобрести памятные сувениры можно будет в течение всего командного чемпионата. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин